Добрый вечер! Начинаем нашу с вами традиционную встречу. Сегодня предлагается обсудить основной вопрос о развитии системы здравоохранения и работы учреждений здравоохранения на территории нашего района. И традиционно мы ответим на все вопросы жизни, деятельности на территории нашего района. Пожалуйста, задавайте вопросы письменно, в виде, желательно, в устном виде. Мы будем на них отвечать. Мы сегодня пригласили на нашу встречу, и я предоставляю слово для выступления исполняющему обязанности главного врача амбулаторно-клинического учреждения городской поликлиники номер 23, Горшкову Михаилу Петровичу. Да, пожалуйста, Михаил Петрович. Он расскажет о работе нашей поликлиники, основное подразделение, которое находится в Желебино. И наш филиал, как бы садокладчик, выступит перед вами Гриднева Наталья Александровна, руководитель филиала нашей поликлиники, которая находится на территории района. И после этого традиционные вопросы и ответы на них. Пожалуйста. Возважаемый Николаевич, Валерий Николаевич, уважаемые товарищи. Ну, значит, я коротко, чтобы не занимать время по существу. Реально, с ноября месяца поликлиническое отделение 10-й городской больницы стало филиалом номер 4 Большого Учного Объединения. На сегодняшний день основная проблема, такая общая, заключается в том, что вот это поликлиническое отделение, пятиэтажное здание, рассчитано на население 570 посещений. И рассчитано было по старому населению Некрасовки, 24 тысячи, примерно, взрослого населения, 6 тысяч, 570. И сейчас, когда идет большой прирост населения в новых микрорайонах в Некрасовке, разумеется, возникают большие трудности с медицинским обеспечением. Что нам удалось сделать за эти 7 месяцев? Значит, здесь не было дневного стационара, мы открыли 20-кодчатый дневной стационар, много было физической, терапевтической, хирургической, гипотологической, нейрологической, койки. Сразу рассчитано, что мы, конечно, передали различные цифры, тех, кто участвует в ворс-монтайне, хирургическое отделение. И специалистов различных. Но на сегодняшний день, какая у нас проблемная точка, я не буду там, как бы, самоословить, о каких проблемах у нас сейчас существует. Первая проблема. Значит, у нас на 14 терапевтических участков работает 8 терапевтов. В общем, с учетом Москвы это вполне неплохо, но, разумеется, терапевтов не хватает, и поэтому это проблема. Вторая проблема. На 8 педиатрических участков работает 3 педиатра. И здесь проблема серьезная. Более того, очень много вызовов тут имеется к детишкам на дом. И мы сделали так. Мы выделили 3 педиатра неотложной помощи, которые только весь целый день занимаются выездом в отдаленные районы. Мы даем специальный транспорт, чтобы педиатры больше принимали поликлинику. Значит, сейчас вот Наталья Александровна доложит, что мы ведем переговоры с 48 поликлиникой, с 143, чтобы усилить эти звенья. Сразу отвечаю на вопрос, говорю, по детству второй уровень, это у нас 143 поликлиника на жюлебе. То есть те специалисты и методики, которые мы не можем здесь обеспечить, обеспечивают 143 при нашей курации. Третья проблема. У нас около 1000 годников, из них 50 детишек инвалидов. Есть проблемы по лекарственному обеспечению. Они в целом проблемы по всему округу. Значит, они решаются, но они существуют. Мы работаем с каждым конкретным. Что мы еще в будущем? Значит, вот при поддержке большой главы управы, префекта, нам выделили в оперативном управлении 10 нежилых помещений в отдаленном районе по улице проспект Защитников Москвы. Дома 3, 7, 5 и 10. 10 помещений. Сейчас префектура нас поддержала, будут выделяться средства. И мы должны в 2014 году там развернуть офисы поликлиники. То есть там будут офисы педиатров, участковых терапевтов, женская консультация, процедурный кабинет, кабинеты врачебного контроля, кабинет-промпоток. То есть различные кабинеты, чтобы, допустим, люди могли, пациенты могли не обязательно большое расстояние выполнять. Теперь мы договорились с Татарой Александровной, что для наших мамочек, чтобы они не ездили сюда на Вольфскую-1, что он обвал к раздаточном пункте, им два раза в неделю, и педиатр выдавал рецепты на молочные продукты, чтобы он все-таки был поближе там, где они получали. Так что вот в целом такая. Я готов ответить на вопросы. Пожалуйста, вопросы. Я как раз как представитель мамочек района Лебрецких поля, они все, ну, многие остались дома, да, с новорожденными детями. Вот конкретный вопрос, ну, я понимаю, что это все будет, но в какие-то сроки можно указать нам, когда у нас все-таки будет какой-то педиатр, до которого нужно будет добраться. Вот, например, мама родила, и ребенка сегодня 11 дней, они вчера вызвали в поликлинику ребенка 9-дневному в общую поликлинику сдавать кровь. Ну, по-моему, это вот ненормально, как бы. Мое личное мнение, да, мнение очень многих людей. Какие-то у нас есть сроки, как бы, что у нас, когда это все будет. 1 сентября, вы знаете, что 2051 набрала 8 первых классов, да, или 7, сколько там. Соответственно, это вот эти все дети, они приедут 1 сентября, будут, ну, тоже посещать педиатра, да, к которому сейчас уже не попасть. Вот это будет, как в какие сроки, это будет все решаться, эти вопросы, которые у нас будут. На данный момент очень волнуются, детскому саду невозможно пройти, вот люди проходят, да, вот, как бы, очень трудно записи на 2-3 недели к педиатру только вперед. Я понимаю, что сейчас опускаю, и все, но как бы путевки дают вот сейчас. Неделю назад дали путевку, надо пройти врачей. Вот есть какие-то сроки, когда нам, сколько нам еще потерпеть? Да, хорошо. Я отвечу так. Значит, по поводу детского сада, здесь надо просто, может быть, проработать какой-то день или два, конкретно, чтобы могли побыстрее. По поводу педиатра вообще. Значит, смотрите, нам обещают, что все-таки в 2014 году мы, во-первых, мы постараемся сейчас, мы поднимаем зарплату и постараемся набрать штат, еще вот эти офисы откроем к концу года в районе Небелецких. Второе, я сразу пользуюсь случаем, хочу, чтобы вы передали. Вот мы только что, вот когда, Владимир Михайлович, приезжал Собянин, значит, там в вашем районе открыли два офиса... Нет, там находится один врач общей практики, я не шли. Нет, ну я... То есть вот правительство Москвы специально, понимая ситуацию, что поликлиники они не успевают строить, да, дали льготную аренду вот этим учреждениям, которые обязаны, обязаны принимать бесплатно, есть набор услуг, которые контролируем непосредственно мы, государственная поликлиника. То есть это касается семейного врача, который должен, ну это так вот, пятички, да, вот, после года. Нет, семейный врач, он принимает, ну он в принципе очень там хорошим врачом. Нет, нет, я пользуюсь случаем, конечно, что не стесняйтесь использовать их структуры. У нас две там поликлиники, да, вот курсы, и доктор рядом. Ну вот сейчас открылся дом в Рождецовской, дом 14, он только открылся. И 18, 15, 15, защитников постройки, 15, когда рождественские указы. Но объем заседания, он принимает без рост, вы хотите, соответственно, объем. Просто это тоже можно использовать. Но, я прошу уважения, у вас была проблема, так скажем, с состоянием очереди там? Да, уже запись идет на, если, там же, как понимаете, они по срочному случаю, но уже идет на несколько дней, то есть уже нельзя, если мы как бы срочем, да. Вот проблемы с вызовом надо, да, люди хотят, мы сходим рядышком. Звонят туда, там 2-3 дня уже зафикс. Потому что доходит и взрослый, и будет туда же, да. Ну и вот эти вот так называемые 10 офисов медицинских до конца года мы откроем. Плюс. Это будет как? Понимаете. И сейчас идет, я вот отвечу, помогу, да, идет уже проектирование поликлиники на 750 посещения, на новый территорий. Мы имеем надежду и практически уверенность, что в 15-м году там будет поликлиника большая, на 750 посещения. Соответственно, со всеми специалистами и так далее, и так далее. То есть уже пойдет, когда станет? Конечно. Как говорят, процесс пойдет. Да, и станет как-то, ну, болезнь. То есть терпение 15-го года. Да. Еще вопросы, пожалуйста. Если вопросов нет, спасибо. Тогда я слово предоставляю Наталье Александровне Гринне, руководителю филиала. Михаил Иванович, я просто хочу сказать, что Михаил Петрович очень коротко, он очень легкий, в общем-то, изложил все, что я хотела сказать. Вы расскажите о непосредственно работе филиала на первой вольской, что-то нового, что изменилось за это время. Я хочу сказать, что со своей стороны нашей поликлиники, да, мы, я вас уверяю, всячески стараемся улучшить. Может быть, вы это почувствовали, может, еще нет, но я надеюсь, что вы почувствуете в ближайшее время. Вот, на самом деле, гадры подобрать не просто. Дело не только зарплаты, на самом деле. Дело в том, что, несмотря на то, что Никасовская Москва, сами знаете, что она расположена, в общем-то, за МКАДом, и когда человек звонит и спрашивает, где вы находитесь, я ему объясняю, интерес как-то сразу пропадает. Здесь хорошим стимулирующим фактором явилось бы, конечно, выделение какого-то служебного жилья. Михаил, это как бы... Служебного жилья вроде Москвы. Значит, когда я им предлагаю служебное жилье в гостинице, не соглашаются. То есть я как бы буду, может быть, подумать, искать возможность улучшить условия для врача, потому что, ну, это не играть. Понятное дело. Вот, ну, это будет все как бы... Ну, на этот момент есть вакансии. То есть у нас все переезжают люди, да, вот я просто очень общаюсь, активно в нашем районе уже переезжают люди, если у меня еще медицинское образование. Мы тоже думали, что здесь намного будет у нас с искателей. Но, видите, как-то... Ну, давайте мы, да, сейчас, в принципе, встреча с населением, вопрос понятный, да. Давайте мы поактивнее будем с вами говорить о том, что есть вакансии. Потому что, с одной стороны, наш замечательный район находится за Московской кольцевой дорогой, а с другой стороны, да, он максимально сопряжен и приближен к нашей области, Московской. И я, насколько я имею информацию, как житель, у меня родственники живут, вот буквально, в Железнодородке, разница-то приличная в зарплате московского доктора и доктора, который работает в области, в том же городе Железнодородке, может быть, там как-то целевым образом приглашать людей. Но в интернете на низких сайтах висят наши вакансии. Ну, давайте вместе подумаем, потому что я думаю, что мы не использовали все резервы. Кстати, сейчас в Бакова-вы-грудничковом организовали второй-грудничковый день. Если вы не знаете, второй-грудничковый день, потому что действительно в один-грудничковый день страшно выходить в поликлинику, потому что детей очень много. Это здорово, что... Да, но по этому второй-грудничковый день получите реакцию. Я не завариваю, вы уточните. Ну, здесь преподаватель надо, потому что бывают разные случаи, как тут будет. А вот по поводу анализа, вы имеете эту скриньую пяточку, и эта скриньиная пяточка не проводилась в домашних условиях. Понимаете, вот анализ крови испальщика, и кто маленький, в основном пяточку, публиказы проводятся в условиях дома, в диагностных случаях, или в условиях предвижных серийных. И у нас нет никаких проблем, приходит грибничок, и его проводят просто за руку, чтобы он даже не застревал в этой очереди, и так же его провожают. Но, к сожалению, вот так. И за руку мы действуем на 3-10 дней сейчас, и мы сформулируем эту проблему. Уважаемые жители, есть вопросы к Наталье Александровне? Скажите, пожалуйста, а вот в Вашем условии, в результате анализа, например, на корму, обрабатываются или куда-то их добавляют? Мы возим, мы смотрим сами, да, но не делаем их действия. В течение какого времени анализа платят? То есть, они тоже попали в эту группу пациентов, на которых пропали результаты, но это, к сожалению, вот понимаете, они бродил бы не близкий путь, они едут из одного к другому, а тут едут в лабораторию, и так же обратно. Где-то на пути эта пачка, к сожалению, потерялась, я, честно говоря, приложу усилия, и я надеюсь, что больше такого не повторится. Ну, вот во время было тогда, когда мы занимаемся, когда мы занимаемся, когда мы занимаемся, что больше такого не было. Нет, потому что сразу людей направить бежатку? Ну, в любом случае, мы всегда можем взять, вот подойдите, мы всегда возьмем дубликатку. Ваши ванны, а что это сделано здесь тоже? Наталья Ильич. А вообще ремонт будет когда-то в поликлинике? Тогда в шахте на поликлинике у нас все резные стены. Ремонт будет, ремонт планируется, запланируем ремонт. А когда еще к пункту прилифта, я часто не разговариваю. Хочу покраситься, на сегодняшний день все три лифта нахлоплены. Пожалуйста, приходите, откатитесь. Все три лифта. У нас, кстати говоря, в последнее время два лифта стабильно работают, один периодически ломается. Можно дверь сзади поменять, вот, или, когда засвещу, и поменял один. В следующем часу не жарко. А сроки ремонта, скажем. Какой? Срок ремонта. Срок ремонта, я, к сожалению, не скажу. Но это может быть 2 и 3 года, речка будет деться. Что-нибудь, ну, заходите на встречу, или не куда-то приятно зайти. А у нас заходишь, как будто ты. Согласна, но ты тоже надеешься в таком окрасе. Вот надо как-то ее поднимать. Будем поднимать. Скажите, пожалуйста, вот, ты знаешь, когда мы с печеньем, вообще-то болевание, в общем, по-моему, хиарной астме, вот, очень большая проблема, что перед лекарством выдали, через заведующие постоянно, где-то не бывает лекарства. Лекарства нет в аптечном пункте? Да, я в больнице не буду, а в среду укропа, еще во слое года. И кому-то не теченье. Постоянно вопрос. Нет, тут нет лекарств в аптечном пункте. Да, и по складу к в аптечном пункте. Потому что все, что зависит от нас, я вас могу уверить, на этот момент у нас алгоритм работает четко. То есть, что зависит от нас, да, вот эти бумаги и все это приготовление, все делается вовремя, а дальше уже зависит от дирекции, от обеспечения аптеки. Вы идиотно. Да, вы меня идиотно. Вы тоже понимаете, мы же не можем ждать. Я понимаю. Поэтому я вас всех приглашаю, динамик, приходите, часы приема, если это не эксперт. Так я это заранее делала. Я сначала в аптеку подхожу, как бы тоже это все. Я же вам говорю, подходите, мы пригласим заведующую и разберемся. Переходите. Переходите, надо решать вам. Спасибо. Спасибо вам за информацию. Уважаемые жители, мы получили ряд письменных вопросов. Я буду на них отвечать. И после этого, если будут устные вопросы, тоже на них отвечу. Значит, Узанова Татьяна пишет, проспект защитников Москвы, дом 13, да? Узнать сроки начала строительства поликлиники. Только что я об этом говорил. Будет ли решен с качеством обслуживания детей в районе Зуберецкие поля? Вот мои коллеги, наши руководители медицинских учреждений, только что об этом вам сказали. Докторе рядом только один врач. Тоже мы обсуждали этот вопрос. Да? По поводу докторов. Я понимаю ваш вопрос. Да, да. Уже ответили. Сроки начала проспект защитников Москвы, дом 3. Ну, не указано. Имя, отчество и фамилия. Тут того, кто спрашивает. Корпус 1, квартира 92. Сроки начала строительства инфраструктуры. Поликлиника, Сбербанк, почта. Почта и Сбербанк здесь у нас на традиционной территории работают, работали и будут работать, пока мы не... Мы сейчас Сбербанку предложили ряд коммерческих вариантов. Они ведут переговоры по поводу помещений. Подыскиваем помещения для нового отделения. Значит, что касается почты, то сейчас департамент имущества города Москвы передает помещение по адресу 1-й, дом 1, корпус 1. Помещение, которое было спроектировано и построено под почтой, передает в федеральную собственность. После завершения мы переведем почту и там откроем новую почту. Что касается территории Люберецких полей, то практически завершается уже строительство зданий в районе улицы Сочинская, где предусмотрено помещение для Сбербанка. То есть практически, по нашим сведениям, к концу этого года мы там откроем отделение сберегательного банка. Полноценное, современное, соференое. Адрес, я попрошу, попрошу, Малыша, надо будет... Рединский, не вижу, Берегинский. Значит, вот вам даю поручение, да, у Даши. Надо на нашем сайте разместить точный адрес, где будет открыта отборская банка. Информацию у вас в строительном отделении. Значит, вы напишите, плюс на досках объявления, чтобы люди знали, где будет у нас открыта сберегательная касса на новой территории. А на старой? На старой территории, я вам сказал, мы сейчас подыскиваем помещение. Сроки начала строительства крупных торговых центров. Значит, что касается Литерецких полей, в районе будущей станции метро Некрасовка, это пересечение проспекта защитников Москвы и Покровская улица, на пересечении. В настоящее время инвестор проектирует торговый развлекательный центр площадью 25 тысяч квадратных метров. То есть там будет все. И отдых, и продукты, и одежда, и все-все-все. Ну, это большой гипермаркет. Вот, а окончание срока строительства, это конец варящего зона. Так, вардание Аналесия Лавеженко, Некрасовская, Дон-9. Детское отделение, нехватка специалистов, аллерголог, иммунолог, врач-гастроэнтеролог. Ну, вот коллеги наши из медицины, из здравоохранения вам рассказали. Льготное обеспечение лекарств, а именно по заболеванию, полонфиальное... А что, есть проблемы, да, с льготным обеспечением лекарств? А? Да, да, я... Извините, можно я добавить? Да, пожалуйста. Вот по поводу аллерголога, газонавстролога и прочего. Нет сейчас никаких проблем. Значит, договорённый со 143-й поликлиникой, с 48-мой, мы сейчас буквально на днях договоримся, на всё выделяется достаточное количество талонов. Поэтому, если вам доктор, да, просто записывает вас как журнальчик, вот, к талончике приходят, и вам звонят, и ребёнок вошли на консультацию. Нет никаких проблем. Я вас уверена. Почему мы тогда туда позвонили, как некрасивый, мы смотреть не будем. Вы же звонили туда сами. Как? Звонил за... А это дело, я же вам говорю, в какой путь... А они выдают по 5 талонов, так о чём дают. Послушайте меня, девушка, послушайте меня. Вы не сами, не надо проявлять инициативу. С вами, конечно, там никто разговаривать не будет. Вы идёте к своему участковому педиатру, он через заведующую обеспечивает вас талоном. Это не ваша задача обеспечить себя талоном, это наша задача. Поэтому давайте вы к нам, а мы сделаем всё, что нужно. Хорошо? Спасибо. И всё. Итак, спрашивает Абашкина Зинаида Григорьевна, 1-я Ольская, 18-го ст. совета. Какие ожидаются перемены ТСЖ? Право жителей создавать ТСЖ, их же право их ликвидировать, если я правильно понял вопрос. Когда вовремя будут вывозиться мусорные контейнеры? Вот это хороший вопрос. И мусор лежит свалкой возле 18-го дома. Значит, ситуация действительно напряжённая в районе. Сейчас меняется мусоровывозящая компания. И буквально в течение последующих полутора суток мы наведём порядок. Появится новая техника, новые люди, и мы выровняем ситуацию, связанную с мусором в районе. Там все баки холодные и стоят. Да, да, да. Я знаю. Я знаю про каждую беду, поверьте. Я занимаюсь мусором трое суток. Я сейчас занимаюсь мусором трое суток, поверьте. Я знаю. Всё сделаем. Что ожидает дома по улице Первая Вольская, 18-го корпуса 3, почта Сбербанк? Ну, этот дом будет, что ли, поставлен на реконструкцию, вернее, снесён. А который у нас во дворе, вот у Валерия Фёдоровича, он будет отреконструировано. Так, просим вас... Николина пишет. Улица Некрасовская, 9, квартира, не буду говорить, какая. Просим вас дать указания соответствующим службам привести в порядок информационную доску на территории площадки во дворе номер 9, дома номер 9. Значит, я даю поручение... Где у нас инженерная служба? Здесь мы. Здесь, да? Завтра поставьте там новую доску информационную. Они есть на месте. Пока эту синюю поставьте. Хорошо. Уберите вот эту старую, безобразную. Поставьте там. Я завтра вечером приеду посмотреть. Понятно, да? Так. Исмаилова, 2-я Вольская, 7, дробь 1. Судьба 2-й Вольской улицы. Нарастающий поток не только большегрузного, но и транспортного транспорта. Я уже отвечал несколько раз. Пожалуйста, пожалуйста, уважаемые жители, наберитесь терпения. В июле месяца мы отремонтируем транспортную улицу. И уже есть договоренность, будем менять потоки грузовые, в том числе, через транспортную улицу. Ее нужно нам отремонтировать. Нам обещают это сделать в течение июля и августа месяца. Это вот и вторая часть этого вопроса. Я ответил. Сударева Наталья Васильевна, проспект Защитников, 7, корпус 2. В райсобесе не представляют путевки на юг Крым инвалидов в связи с изменением места жительства. В райсобесе меня предупредили, что путевку представят через год. Я попрошу Гвозди, вот Татьяну Николаевну, возьмите вот эту записочку, персонально напишите, разберитесь, я вам даю получение. И завтра, в течение полутора суток, вот конкретно по этому заявлению разберитесь, сделайте все, чтобы купевки были. Мы жили в Тарая Вольская, в крайне разочарованное отношение к нашему. Ага, то есть в моей дороге. Ну это вот вопрос транспортный, я только что на него ответил. Письменные вопросы закончились, пожалуйста, какие еще есть вопросы? Михаил Евгеньевич, к нам совет пришло, пришли жители по Некрасовской улице, дом 7-5. Значит, вот для того, чтобы они по статусу своему, дружники тыла и ветеран труда, где-то в 83-85. И вот они мне, значит, рассказывали свой путь, как они попадают в нашу пятерку, которая находится в доме 17 по 1-й Вольской. Они садятся на этот автобус в 741-й, едут на Люберец, оттуда они пересаживаются на 726-й или 723-й, ну 22-й нет, 726-й или 23-й, которые, значит, вот отъезжают в Некрасовку, и останавливаются об на пятерке. Вот они спрашивают, не взяли вот этот момент, вот в Некрасовке у нас существует только вот такой вот круг, да, вот транспортный, и 841-й, который идет вот туда. А обратно, вот как бы, вот автобус, который вот, как бы вот Снекрасовке, Снекрасовской улице, с 1-й Вольской, будет идти в обратную сторону, если там предполагается еще и почта. Вот когда, поймите, смотри. Потом, там же открыты еще продовольственные магазины, извините, да, которые... Я понимаю, ваш вопрос, да, но ситуация следующим образом складывается. Наша организация, основная, которая регулирует все вопросы, связанные с пассажиропотоком, с движением транспорта, это Мосгортранс. Они четко привязаны к пассажиропотоку. Все это считается внимательно. И у города реально нет возможности одного-двоих человек возить. Ну, я утрирую, да, на сегодня транспортная составляющая в районе сложена исключительно на основании показаний перевозки. Сколько людей из точки А перевезли в точку Б, С и так далее. С развитием нашего района, со строительством станции, метро, обязательно транспорт будет улучшаться и добавляться. Это я вам обещаю. Но пока имеем то, что имеем. Пожалуйста, еще вопрос. Да, пожалуйста. Есть один очень важный вопрос. Это касается всех. Меня зовут Беловосов Константин Юрьевич. Я живу 40 лет в поселке. В общем, сейчас сложилась ситуация вот с этой школой. И с той школой очень неприятная. Значит, в принципе, никто не виноват, но так получилось. Утром дети идут в школу. Значит, дети, которые идут через светофор, вот центральный, возле клуба Дома Культуры. Да. Они доходят все и идут по косой дорожке. Дальше. Дети, которые ходят в школу, четко разделяются на две категории. Те, кто идет пешком, и те, кто приезжает на машину. Родители, соответственно, тоже, те, кто возят на машине, они приходят и видят, что происходит. Те, кто отправляет детей пешком, они, в общем-то, этого не видят. Но утром получается так. Организован заезд. Вот это поперечная дорожка. Есть заезд к входу и выезд. Нет, все, все господа, которые привозят детей на машинах, они едут по этой косой дорожке навстречу детям, которые идут в школу. И получается, что, я не знаю, как еще никого не задавили, я не понимаю. Значит, у меня просьба, либо перекрыть дорожку, еще, еще одну. Перекрыть, значит, я даю поручение, там надо посмотреть столбики. Это у нас пешеходная дорожка, значит, инженерная служба, записывайте вопрос. Это не автомобильная дорожка. Вы поняли, о чем идет речь, да? Идет речь о тротуаре. Туда нужно установить два столбика и все на этом закончится. И еще, вот этот заезд и выезд как-то сократить, убрать, потому что заезжающие, они вроде бы правы. И люди, которые идут пешком, они тоже правы. Но вот этот заезд, чтобы выгрузить ребенка именно у ворот школы, он слишком, его как-то укорадит, потому что... Если вы не против, мы закончим встречу, пойдем на место, я возьму свои помощи, мы посмотрим. Замечательно, да, спасибо, договорились. Я пытаюсь, все, спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Уважаемые жители, если вопросов больше нет сегодня, спасибо всем за участие и до новых встреч. Завершаем с вами нашу работу. Спасибо.